Для того, чтобы прибивать, фиксировать, уплотнить нить основы. Это для более жестких нитей, для хлопка. Такая более массивная форма его. Здесь на первом этаже были более огромные массивные. Сейчас более такие компактные. Нить основы. Можете дотронуться на нее посмотреть. Такая тонкая, не натянутая. Опять-таки, сейчас уже современный период. Мусори составляют свои муцалы. И, да, заготавливаем ее в обязательном порядке. Раньше, почему? Мусори не рассказывали. Поэтому сейчас очень трудно распределить таким беденем, где этот мусор будет хорошо. Открываем. Это не менее, да. А вообще, пока просто не получится, пока просто остается, это получается непорядок. Точкообразный нож. Потом выполняет сразу же две функции. Выбирается в нужный цвет ротка. Тот называется уточная нить. И продевается через основные нити. Так же и одновременно этим нужно отрезать. Раз-два. Нужно не будет как-то делать. Цель пробивания глотушки тоже очень, значит, важный момент. Нужно это все равномерно делать все такое. И будем делать глансировку. Да-да-да. Где-то, если будет посильнее, где-то послабее, будет нарушаться, конечно, глансировка. Линия пойдет извилистая. Она нужно четко по эскизу, чтобы ровно покажет. Расчесываются эти одевочки. Ну, конечно, наши мастерицы уже со стажем, с опытом. Они с ранних лет этому обучаются, конечно же, с поколения в поколению. И ножницы можете посмотреть, как это все происходит. На первые взгляды, может быть, очень даже легко показаться. На самом деле, это очень сложные и тяжелые они. Потому что я сама тоже занимаюсь подкачеством. То есть, для меня это не удовольствие. Остригается. Все, что остригается, как раньше, так и сейчас, не выбрасывается. Как и не выбрасывалось раньше. А идет на заполнение каких-то емкостей, как подушки, подушки. Да-да-да. Ну почему? Потому что безотходное хозяйство. Да, конечно. Идеальное решение. Мягкие емкости, да, очень мягкие, практичные. Растригается и на поверхности выходит какая-то текстовая. Да, по ступе. То же самое, что и здесь. Может, тоже на том, если посмотреть. Смотрите.